Генеральный партнер программы «Культурный отдых» Школа иностранных языков и переводов «Велкам». Выучить иностранный язык или даже пару легко со Школой иностранных языков и переводов «Велкам». Горячее предложение этой осени. Гастрономический языковой тур в Италию. Приглашаем всех желающих в клуб итальянского языка и культуры. Каждый четверг в 20.00 в Центр иностранных языков и переводов «Велкам». Калининградский пассаж, офис 415. Добрый вечер. В эфире «Культурный отдых». Программа, рассказывающая о том, где, как и за сколько отдохнуть в нашем городе. Устраивайтесь поудобнее на своих диванах. Мы начинаем. Смотрите сегодня в нашей программе. Летающие декорации драматического театра. Ноу-хау 21 века. О чем говорят марионетки. Все тайны кукольного театра. Почем волшебство? В городе открылась лавка чудес. Куда сходить и на что посмотреть в новогодние праздники. Обо всем этом и многом другом смотрите сегодня в программе «Культурный отдых». Летучий корабль к старту готов. На сцене драматического театра юный зритель увидел новогоднюю премьеру. Музыкальный спектакль по мотивам русских народных сказок. Чтобы сыграть свои роли, актерам пришлось научиться петь и танцевать. А художнику-постановщику пришлось конструировать летающую ступу. Какие еще чудеса ожидают вас, узнавала Мария Постникова. По жанру мюзикл, по сценарию сказка. Про то, как Иванушка влюбляется в царевну забаву, которую царь-отец хочет выдать замуж за богатого полкана. Роль самой строптивой в истории советской мультипликации принцессы досталась Елене Носаревой. Хулиганка, я думаю, такой, не то что капризная, а она идет против отца. И у них с отцом война такая уже давно идет, потому что он хочет, чтобы... Она была... ну, как, наверное, проблема отцов и детей. Мы поднимаем. Я о любви, о любви хочу. На сцене драмы все как в мультфильме. Чтобы создать сценический вариант летучего корабля, художнику-постановщику пришлось стать настоящим кулибином. Своими руками Евгений Иванович, кстати, разрисовывал и этот лесной домик. Болотная кочка, на которой живет Водяной, тоже плод его воображения и фантазии. Водяной будет чудесным в таком костюме. Он весь вроде как матрос, полосатенький. Все для Клинграда, наверное, да, получается. Морской город, значит, все. Тельняшка обязательно присутствует. Я водяной, я водяной. Поговорил бы, кто со мной. По сценарию добрый водяной помогает Иванушке построить корабль, на котором он увезет царевну забаву. Актер областного драматического Михаил Шевяков своего героя Иванушку играл по мотивам народных сказок. Постоянно что-то не так у него, что-то получается, что-то у него, какие-то косяки, какие-то ляпы, что-то там. Ну, вот такой вот, в классической форме. То есть я старался сделать его именно таким, как он есть, как бы на самом деле. Наравне с актерами драматического жанра в спектакле задействованы и персонажи кукольные. Их волшебный полет на прогоне нам запечатлеть не удалось. Те самые бабки-ёшки, которые поют веселую песенку, их пришлось тоже делать самостоятельно. По сути дела, это большие куклы, почти в рост человека. Каждый имеет свой характер, свой какой-то образ. И вот, когда приедете на спектакль, посмотрите, это очень чудесно смотрится. И, мне кажется, дети в восторге будут от того, что мы сделали. ПОЮТ Зато юные калининградцы смогут увидеть летающих бабок уже в это воскресенье, 25 декабря. Начало спектакля в 11 часов и в 14.30. Те, кто не успеет попасть на премьеру, в театре ждут и в дни новогодних каникул. Мария Постникова, Кирилл Макаров. Служба новостей. Театр кукол – это не пережиток прошлого, а прогрессирующее настоящее. В век 3D-формата и компьютерных игр марионетки из папье-маше не утратили своей актуальности. Сколько хранятся куклы в театре и почему артист этого жанра имеет право уйти на пенсию раньше танцовщика балета, узнаете прямо сейчас. На сцене яркая сказка, а за кулисами своя непростая жизнь. Яна Кононова практически выросла в кукольном театре. Родители артисты со стажем постоянно брали ее с собой. Тогда с этими куклами она играла, теперь сама управляет марионетками. Она света верит в то, что у каждой куклы есть душа. Приходит, здоровается, разговаривает, одевает, причесывает. А после спектакля бережно укладывает свою Элли. Элли у меня немножко хулиганила, когда мы ставили спектакль, например. У нас то рука отцепится, то нога вот здесь отцепится, то коленочка где-нибудь не так пойдет. Но мы с ней подружились, договорились. Калининградский кукольный театр один на весь город. Кукловод, опытный карабас-барабас, управляет сразу несколькими марионетками. Это уже не тот театр, что был раньше. Да и куклы совсем другие. Привычных тростевых, которые одеваются на руку, вытесняют современные, ростовые, в которые артист одевается полностью. Кукла паркетная, порода особая. На вид простая в управлении. Сама по себе конструкция сложная. Специальные тапочки их превратили в волшебные башмачки Элли. Здесь я держу одной рукой, правой рукой управляю головой. В голове есть специальный инструмент. Это глазки. Но не только артист управляет куклой. В театре ходят слухи о том, что сказочные персонажи оживают по ночам и перешептываются. Все наши актеры, которые на сквозь удачное дежурство, рано или поздно появляются какие-то легенды о шуме, о разговорах, о шепоте. Я не знаю, чем-то доверен или тем, что они круглую ночь здесь. Там их боязнь и страх, или их вера в какие-то детские сказки. Такие легенды иногда имеют место. Среди некоторых экспонатов есть и те, что вышли на пенсию. Они пылятся на складе или гордо выседают за витриной в мини-музее на первом этаже театра. А ведь еще примерно 30 лет назад хранить куклы было не принято. После окончания театрального сезона их сжигали, чтобы кукловоды не смогли подрабатывать на стороне. Раз, два, три, летим! Более сотни кукол и 13 артистов. А актеры – люди непростые, суеверные. И, конечно же, верят в приметы. Самая главная примета, если ты бросил или неуважительно отнесся к кукле, не положил ее там, где она должна, если ты к ней отнесся не как к своему партнеру и не как к живому существу, это обязательно будет наказано. Либо провалом роли, либо неудачным выходом и так далее. К ней надо относиться только как к самому себе. Нежно погладил, нежно положил, поговорил, попрощался и пошел домой. По традиции премьеру откатывают на польских детях. В минувшие выходные труппа кукольного театра выезжала в Данск и показала представление в посольстве Польши. Туда с детского сада водят на экскурсии, а гости города с удовольствием могут посмотреть на колорит Калининграда «Янтарь». Давайте вместе пройдемся по залам музея «Янтаря». В первом зале музея «Янтаря» проходит выставка «Казанские узоры». Эти сокровища Татарстана представлены в драгоценностях, тканях и одежде. Оценить культуру татар в Калининграде можно до 26 февраля. Отправляемся в другой зал. А здесь коллекция, которая стала нарицательной. Она вдохновляла многих писателей, художников и искусствоведов. В этом зале у нас выставка под названием «От Фаберже до наших дней». Выставку предоставил нам музей историкам Ересного ювелирного искусства из города Екатеринбурга. И здесь вы можете увидеть работы известного мастера Фаберже. Среди знатных семей не только яйца на фигурке животных считались самым долгожданным подарком. Сейчас на такие сувениры можно посмотреть только через витрины музея. Жемчужина необычного зоопарка, скульптура петуха и сердолика с золотыми лапками. Правда, работники музея зоопарком собрания зверей называть не хотят. Каждый из этих предметов так хороши, что они лучше рассматривать все по отдельности. Современное искусство можно оценить до 26 февраля. Больше чем сказочный спектакль и больше чем мюзикл уже несколько дней на сцене Дома искусств премьера «Лавка чудес». Юного зрителя ждет встреча с феей Винкс, Человеком-пауком, Барби и ее спутником Кеном. А в финале ждет захватывающая история про страну живых игрушек. Здравствуйте, ребята! Вы наверняка меня все узнали. Скажите, вы верите в чудеса? В эти минуты дети даже не подозревают. Они не просто зрители. Режиссер придумал роли и для них тоже. Жители города без названия. Когда по сценарию накануне Нового года приезжает владелец магазина игрушек. Так бывает, Новый год. Сердце счастья ждет. И сбывается чудо. За всех красотой витрин. Чудо-магазин. Возник и все откуда. Как-то по-особому было интересно погрузиться в эту атмосферу праздника и детства. Когда мне сказал Петр наш, говорит, у тебя будет роль Грушева. Так что давай, дерзай. И как-то все пошло-поехало. Роль антипода Грушева досталась Андрею Бедюку. Артист давно мечтал сыграть отрицательного героя. На репетициях перед глазами был Вилли Вонг из Чарли Шоколадной фабрики. Но его злодеев получился даже коварнее, чем персонаж Джонни Деппа. Знают даже дети, любят все на свете фон монет. Магазин продайте, я хочу узнать его секрет. Как-то все равно другая краска, другая роль, другая история и другой образ. Всегда это интересует, что-то новое всегда показывает. Это больше, чем сказочный спектакль и даже не мюзикл. Жанр своей первой работы молодой режиссер Петр Дробер определил как музыкальная феерия. А чтобы во время эстрадного представления юный зритель не заскучал, он придумал, кем увлечь их. Барби с верным спутником Кена, молния Маквин, Бэтмен и другие кумиры современных детей. А вот роль хранительницы всех тайных секретов «Лавке чудес» досталась балерине. Ее образ актриса Ирина Крохина лепила по своему детству. Я представляла именно вот эту балеринку музыкальной шкатулки, которая заводится ключиком. И вот вокруг нее вот эта волшебная музыка, вот это волшебство, именно эту балеринку я себе и представляла. А юные зрители еще не представляют, что главным ключиком в финале будут именно они. И это им режиссер доверил спасать «Лавку чудес» от владельца фабрики искусственных игрушек «Злодеева». У меня первая сказка была просто безумие. Они так хлопали и топали, когда я их просил Грушев помочь магазину, что я просто думал, что дом искусств провалится. Но отклик серьезный. На втором спектакле «Лавка чудес» в зале «Нашелак» на сцене феерия продолжается. А артисты втайне уже жалеют, что детского формата маловато, чтобы показать историю в двух действиях. Что было на прошлой неделе, мы узнали только что. Чего ожидать в предстоящие выходные? Узнаете прямо сейчас афиша предстоящих событий. Спектакли. Дом культуры железнодорожников представляет вашему вниманию настоящую новогоднюю сказку или бал у Кощея Бессмертного. Детям до трех лет смотреть не рекомендуется. Областная филармония, как всегда, решила удивить калининградцев. И в этом году поставили сказку для детей «Снежная королева». С 26 декабря по 5 января можно сводить своих детей и всего за 200 рублей окунуться в детство. Выставки. В художественной галерее продолжается выставка итальянской живописи и графики 17-19 веков, привезенная из Эрмитажа. Любопытная выставка образа Италии продлится до середины февраля. А в историко-художественном музее открылась масштабная выставка декоративно-прикладного искусства. На выставке представлено около 200 работ. Вышивка, керамика, художественная резьба, живопись на старой немецкой черепице, коллекция дизайнерской одежды и многое другое. Игры. На центральной площади 1 января пройдет праздничный марафон, в котором может принять участие каждый калининградец. Сразу после площади стоит заглянуть в гости к Деду Морозу в центральный парк. Это веселье особенно придется по душе самым маленьким. А 3 и 5 января в Калининградском зоопарке новогодняя елка для всей семьи. Сказочное представление, игры и веселье запомнится надолго. Вечеринки. Встретить Новый год по-особенному возможно в развлекательном центре 3Х. На первом этаже для вас работает круглосуточный народный ресторан. Завтраки, ланчи, аппетитная пицца, суши, роллы. В народном ресторане по народным ценам. Ну а для любителей танцев каждый четверг, пятницу и субботу город зажигает в 3Х. Отличного настроения и приятного отдыха. Архив программ «Культурный отдых» можно посмотреть на нашем обновленном сайте. Одингородской.ру Культурный отдых. Культурные люди. Культурные события. Обо всем этом через неделю. Отдыхайте с умом вместе с Первым городским. Ну и конечно же с Новым годом. Театр кукол это не пережиток прошлого. Театр кукол это не пережиток прошлого. Театр кукол это не пережиток прошлого, а... Театр кукол это не пережиток прошлого, а прогрессирующее настоящее. Ждет захватывающая встреча... История про страну. А в финале захватывающая история про страну живых игрушек. В финале захватывающая история про страну живых игрушек. Юного зрителя ждет встреча. И на этом же плане остаемся. Пишем прощалого. Генеральный партнер программы «Культурный отдых». Школа иностранных языков и переводов. Велком. Выучить иностранный язык или даже пару? Легко. Со школой иностранных языков и переводов. Велком. Горячее предложение этой осени. Гастрономический языковой тур в Италию. Приглашаем всех желающих в клуб итальянского языка и культуры. Каждый четверг в 20.00. Центр иностранных языков и переводов. Велком. Калининградский пассаж. Офис 415.